Знаете, я хочу начать сегодня с нашумевшего интервью Владимира Зеленского изданию Десан. Одна из мыслей, которая там прозвучала. Россия не оставляет намерений любым способом устранить украинского президента. Украина, в свою очередь, также может ликвидировать Путина, если будет такая возможность. Потому что речь идет о защите страны. Вот прямая речь украинского президента. На вопрос, воспользуется ли Украина шансом убить Путина, если предоставится такая возможность. Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю. Вопрос первый, он для вас обоих одинаковый. Этот ответ, согласитесь, достаточно прямой и однозначный. Физическое, а не политическое устранение Путина. Находит ли эта идея у вас понимание и поддержку? Кто хотел бы начать? Вы все модерируете. Да, вы, как вы скажете. Давайте вы. Да, Ахмед Халидович. Хорошо, все. Так, я вчера еще комментировал эту информацию. Нужно понимать, идет война. Война не на жизнь, а на смерть, как принято говорить. Все очевидно, однозначно. Путин и та система, которая развязала войну в Украине, они не намерены отступать. Они используют все. И внутренний ресурс, и внутренний потенциал, и внешние контакты, которые у них сегодня остались. Это, в частности, и Китай, и Иран, и какие-то террористические организации, которые сегодня сотрудничают с Россией, с путинским режимом, с путинской Россией и с той структурой, которая сегодня ведет эту войну. И в этой ситуации, я думаю, что абсолютно оправданно определение легитимных целей. Сама Россия, российское государство, как страна-агрессор, любые удары по России, по территории России, они оправданы, они легитимны. И точно так же, те, кто являются основными виновниками этой трагедии, которую сегодня переживает украинский народ, это тоже логично. Но, на мой взгляд, для того, чтобы реализовать то, о чем намекнул или открыто сказал президент Украины Владимир Зеленский, необходимы какие-то еще и правовые решения. Для того, чтобы было вынесено решение по подозреваемому в похищении детей уголовнику, военному преступнику Путину, должны быть все-таки какие-то основания, решения судебные. Мы понимаем, что сегодня действует в Украине, несмотря на войну, есть судебная система, которая работает и ведет все эти дела. Но, мне кажется, этого недостаточно, так как мы ведем речь о военных преступлениях, так как мы ведем речь о агрессии против суверенного независимого государства, нужно создавать какие-то международные организации, международный трибунал. Но, в соответствии с существующими нормами, принципами и нормами международного права, создание трибунала, даже вот в том вопросе, которым абсолютно очевидно Россия это агрессор, это имеет определенные сложности. Там очень много таких моментов, которые необходимы и для этого требуется время. Но у Украины, как у суверенного государства, есть абсолютное право, право создать и учредить международный, национальный трибунал. Если вопрос с международным трибуналом затягивается, есть возможность в соответствии с принципами и нормами международного права, у суверенного государства, который находится под российской, вернее, против которого завершена агрессия, они имеют полное право создать национальный трибунал. И вот создав национальный трибунал и проводя соответствующие мероприятия, расследования и принесения решения, вот это уже будет абсолютно серьезным сигналом и месседжем и для Путина, и для тех военных преступников, которые ведут эту войну. Ахмед Халидович, понятно ваше мнение, я хочу сразу же уточнить у Геннадия Владимировича, что он прочел в этих словах украинского президента. Геннадий Владимирович, вам кажется, Зеленский говорил о создании подобного международного трибунала или другом правовом механизме решения этого вопроса, или все-таки о том, что президент Российской Федерации является во время военных действий законной целью украинских спецслужб? Тут, понимаете, любая внесудебная расправа, она вызывает серьезные, скажем так, правовые и прочие последствия. Если Зеленский имел в виду, что мы арестуем Путина, доставим его в Гагу, он будет там отвечать за содеянное, в том числе, может быть, трибунал вынесет и смертный приговор, это вопрос юрисдикции, это вопрос справедливости, это вопрос легитимных действий. Если мы говорим о том, что мы хотим убить президента какой-то страны, даже если это страна агрессора, я думаю, что это эмоция. Я думаю, что это эмоция, но, наверное, у Владимира Александровича нет такого большого политического и юридического опыта, поэтому мне это просто вырвалось. Потому что даже когда Путин отдавал, насколько мне известно, команду двум структурам попытаться ликвидировать Зеленского, такая негласная установка была, она была поставлена, в том числе, перед Кадыром, и сейчас, и, по-моему, там перед ГРУ, ну, в общем-то, она была такая задача поставлена, то она в публичном правовом пространстве не озвучивалась. Это было, как бы, так сказать, неофициально. То есть официально Путин никогда не говорил, что они хотят убить Зеленского, они хотят его сместить, они хотят поменять власть, но никогда не было сказано слова, что там привести в какой-то там негласный приговор в исполнение. Поэтому здесь мы с вами не должны... Вот давайте я вам приведу израильский пример. Израиль когда-то, вы помните, была Мюнхенская Олимпиада, вы были террористами убиты члены сборной команды Израиля, да? И потом Израиль пошел по пути отмщения. Я бы хотел возразить, так как с самого начала вы сказали, высказан относительно Владимира Гудкова по поводу заявления Зеленского. Нужно понимать, с кем мы имеем дело. Владимир Гудков хотел привести пример Израиля. Я знаю, о чем он имел в виду и что он имеет в виду. Но я хочу привести пример Чеченской республики. В санкции высшего руководства России, Ельцина, в последующем Масхадова, в Чечне убиты пять президентов. Четыре ликвидированы, один подал сам в отставку. Вот четыре президента Чеченской республики Ичкерия ликвидированы по прямому указу Ельцина и в последующем Путина. Это 96-й год Джохар Дудаев, всенародно избранный президент Чеченской республики. В последующем всенародно избранный президент Аслан Масхадов. В 2005 году Аслан Масхадов был признан всем миром. И его выборы признали ОБСЕ. Это 57 стран. Однако Путин, публично выступая по телевидению, вынес решение самостоятельно о физической ликвидации президента Аслана Масхадова. И в последующем Абдул-Халим Садулаев, и Зелимхан Яндарбиев. Я говорю сейчас не какие-то фантастические вещи. Я говорю, что это факты, которые сегодня никто не сможет опровергнуть. А убийство экс-президента Зелимхана Яндарбиева в Катаре в результате террористического акта, вместе с ним пострадал его 14-летний несовершеннолетний мальчик, сын. Это все операции были проведены, то есть все эти казни, бессудные казни были проведены с санкцией высшего руководства Ельцина и Путина. И поэтому все случаи, связанные с убийством наших президентов, они имели последствия. То есть Ельцин наградил летчика, он стал героем России. И Путин в свое время убийц Зелимхана Яндарбиева, которые были задержаны в Катаре и отбывали срок наказания, он добился через Организацию Объединенных Наций, перевода их в Россию, и на красном ковре он их встречал и награждал. И в последующем Путин уже публично после убийства Аслана Масхадова, демонстративного публичной казни, он публично заявил о том, чтобы Патрушев представил к высшим государственным наградам всех, кто участвовали в этой казни. И поэтому то, что касается Путина, и то, что касается каких-то общепризнанных принципов и норм права в международном праве, оно всегда должно быть отдельно рассмотрено, потому что с преступниками, с бандитами, с террористами нужно разговаривать на их языке, когда они не понимают. Но когда я говорил о том, что нужно и как нужно сделать, я все-таки считаю, что у Украины есть полное право создать национальный трибунал, вынести соответствующие решения, и вот это будет очень серьезным месседжем и для Путина, и для других преступников. Вот исходя уже и опираясь на опыт Израиля, Масада, который ликвидировали преступников, которые совершили теракт, а вот этот пример должен быть на уме и в уме у всех, кто сегодня совершает преступление в Украине. Так, возможно, это был и был пас окружению Путина, преступникам, которые его окружают. Мол, Геннадий Владимирович, как вы считаете, могли приспешники Путина услышать, что валите волочку, валите все потом на Украину, мы разрешаем? Нет, нет, ну давайте сначала разберемся все-таки с принципами. Конечно, понимаете, вот был Усамы Бен Ладен, который уничтожен. Но прежде чем Усамы Бен Ладен был уничтожен, он был объявлен террористом, он был осужден, и он был объявлен вне закона в связи с тем, что он там сотворил. Ничего подобного в отношении Путина нет. Я считаю, что если мы действительно решили и могли, ну допустим, решил Запад объявить, и мы считаем, что это имеет полное право, объявить Путина террористом, государство террористическим, а Путина террористом, поставить его вне закона, тогда вопрос снимается юридически. Тогда, так сказать, все военные действия, все боевые действия, они имеют право быть, как это было с Усамы Бен Ладен, который был вне закона, вне юрисдикции, так сказать. Это было вынесено на соответствующее решение. Поэтому, конечно, мы все осуждаем террор как таковой, и убийства, и заказные. У нас очень много людей погибло в оппозиции, там были абсолютно вне судебной расправы. Мы понимаем уровень морали и нравственности, вернее, полное отсутствие со стороны Путина и его приспешников, но мы же не можем уподобиться им самим. Тогда чем мы будем от них отличаться? И поэтому, если мы говорим о таком правовом аспекте, то прежде чем что-то сделать вот в таком ключе, должно быть юридическое решение. Юридическое решение, оно может быть принято такое, с учетом того, что война, которую ведет Путин, является действительно террористической. Она выходит за пределы международного права, международных правовых норм. Но это должно быть официальное решение. Тогда вот как бы барьера сняты. А если мы говорим о том, что мы прибегаем к несудебным расправам, мы, к сожалению, сами себя загоняем в угол с юридической точки зрения. Даже если бы Гитлер был задержан, арестован в своем бункере, он бы не был предан смерти сразу, он бы был участником Нюрбинского процесса, отвечал бы за свои деяния и какое решение вынесет Нюрбинский трибунал, международный суд. Вот это уже другой вопрос. Но это не отмщение, это не самосуд, это не использование неправовых механизмов, а это уже, как говорится, легальное возмездие. Вот пока у нас сегодня с вами юридических оснований призывать к убийству Путина, тем более там боевыми методами, или там какой-нибудь засылкой для разведно-диверсионной группы, или подготовкой покушения, у нас с вами юридические основания сегодня отсутствуют. Давайте вот мы будем здесь в этом вопросе некоторыми формалистами. С точки зрения там морали, нравственности, от наших, конечно, Путина. Моральных хоть отбавляй, конечно. Несет смерть, да. Вот мы должны с вами понимать, мы не можем с вами уходить в сферу неправовых расправ. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»